Всем привет, ребятки, меня зовут Пиксель, я нахожусь в деревне жителей номер 13, ребята, сегодня снова отправляюсь на свою любимую работу. Кстати, ребята, что я хотел вам показать с самого начала, чтобы не забыть, я надеюсь, что мы во время ролика с этим разберёмся, потому что именно на этот ролик у меня есть определённый спектр задач. Во-первых, мне нужно собрать все грядки, ребята, я думаю, вы это и так понимаете. А во-вторых, мне нужно разобраться, что это, блин, за халабуда появилось в нашей деревне. Подождите, давайте через окна как-то посмотрим, там какие-то верстаки, какая-то офигеть, ребят, алмазная броня, а, слушайте, забор из бедрока, тут всё в обсидиане, вместо окон стоят какие-то решётки, двери какие-то суперкрутые, которые даже открыть невозможно. Я уже сталкивался с такими дверьми в прошлых роликах, те, кто смотрели мои прошлые видео, об этом знают, их просто нужно сверху, знаете, так приподнять, и они как бы открываются. Но эти, ребята, двери какие-то непростые, то ли они как чем-то закрыты, то ли они просто какие-то сломаны, я не знаю. Но буквально ещё вчера утром этого не было, я вот выходил вчера даже вечером, ребят, выходил прогуляться перед сном, как бы прогулялся, пошёл там в лес, пообщался с жителями, проверил, чтобы мои грядки были в порядке, а тут сегодня, ребят, просыпаюсь, вот включаю камеру и сразу же, собственно, решил вам это показать. Ладно, ребят, к этому мы вернёмся чуть позже, как только я дособираю все грядки, пойду у жителей поспрашиваю, может, они что-то об этом знают, а вы, ребят, как обычно, можете писать пока что свои догадки в комментариях. А также, ребята, вы можете писать комментарии, чтобы попасть в следующий ролик, как бы, да, в следующий ролик, конечно же. Вот это, кстати, три комментарии из прошлого видео, которые не набрали ни единого лайка, ребят, и опять же, если вы хотите попасть в завтрашнее видео, то прямо сейчас, ребят, опускайтесь под это видео, вот прямо сейчас, пока вот я вот на вас смотрю, да, вот прямо сейчас, вот вы опускайтесь сейчас в комментарии, пишите любой комментарий, и если он не набирает ни единого лайка, и я увижу его на момент завтрашнего видео, ребят, то вы обязательно попадёте в следующее видео. Давайте я даже немного подожду, вот я вот прямо сейчас смотрю у вас со своими квадратными глазками, вы пишите сейчас комментарии, ребят, и я уверен, что вот именно ты, Тот, кто сейчас смотрит мне в глаза, вот прямо вот в мои два квадратных глаза, попадёт в завтрашнее видео. Я просто в этом уверен. Ну, а если нет, ребят, то ни в коем случае не нужно расстраиваться, ребят. Жизнь продолжается, так сказать, путёвки в видео продолжаются. Летом, ребята, я хочу попробовать как-нибудь, знаете, одну неделю экспериментальную выкладывать два видео в неделю. Я, конечно, буду дико уставать. Я, наверное, буду вообще, знаете, ребят, я и сейчас на самом деле не высыпаюсь, знаете. Сейчас складывается впечатление, что я жалуюсь. И, знаете, я думаю, по голосу моему слышно. Сейчас достаточно поздно, сейчас около половины одиннадцатого вечера. Я записываю для вас новые видео. И поэтому, ребят, извините, что мысли как-то быстро идут, потому что у меня уже мозг спит. Вот, а если я буду снимать два видео в неделю, это, конечно же, ребят, для вас круто. Да и для меня, в принципе, неплохо, потому что тогда подписчиков станет ещё больше, ребята. А больше подписчиков — это больше лайков, а больше лайков — это больше мотивации для снятия видео. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк под это видео, и тогда новое видео, как бы, хотел сказать, выйдет скорее. Но и так видео, ребята, выходит каждый день. Но если вам понравилась идея про видео каждые две недели, точнее, ребята, видео, как бы, по два видео в неделю, простите, пожалуйста, что мне язык заплетается, ребят, вообще не выспался сегодня, капец. Знаете, день уже сумбурный, школа закончилась, и, знаете, я этому очень, на самом деле, рад. Кстати, пожалуйста, напишите сейчас в комментариях, у кого из вас уже закончилась школа. То есть кто уже всё, как бы, на каникулах уже полностью, там, у кого там экзамены, там, у кого там, я не знаю, там, какие-то контрольные итоговые. Напишите, пожалуйста, как вы что сдали, ребят, мне будет очень интересно посчитать, потому что я, как бы, школу закончил, вот, буквально пару дней назад. Осталось только сдать пару экзаменов, и, в принципе, я, знаете, уже свободная майнкрафтерская птица. Ладно, давайте, как обычно, занесём сейчас вот это всё на склад. Так, подождите, тут ключ какой-то, слушайте, а, подождите, а что это за ключ? Давайте его отсюда пока заберём, в принципе, почему бы и нет, и сейчас спросим у жителей вообще, во-первых, про этот дом, да и про ключ этот, в принципе, тоже, я думаю, можно спросить. Давайте его куда-нибудь вот в первый слот положим. Так, эй, эй, житель, житель, привет, привет, тут такое дело, а что это за халабуда у нас тут появилась в деревне, почему я об этом ничего не знаю? Эээ, доброе утро, пиксель, это мэр распорядился, дело в том, что он сказал, что нам нужен срочно бункер, в котором мы сможем спрятаться, раздал всем ключи, кстати, ты забрал свой ключ на складе? А, то есть, подожди, вот этот ключ, это от вот этого бункера, то есть, я могу зайти посмотреть? Да, да, я думаю, ты это сам разберёшься, в этот бункер будут иметь доступ только пять человек, ну, я думаю, ты сам во всём разберёшься, а то будет тебе неинтересно, ты тут видео снимаешь, да? Ну, да, я вот с подписчиками вышел сегодня разобраться вообще, что это за бункер у нас тут появился, знаешь, как-то необычно выглядит. Да, да, ребята, всем привет, обязательно подписывайтесь на канал Пикселя, ладно, Пиксель, иди скорее, смотри, потому что уже всем интересно. Да, житель, спасибо за совет, спасибо, что рассказал, удачи. Слушайте, ребят, какой приятный житель, я его раньше не видел, это, наверное, какие-то новенькие приехали, или строители, которые строили этот бункер, потому что, знаете, ребят, такая скорость строительства меня просто удивляет. Ночью я вообще даже ничего не слышал, чтобы кто-то стучал, и хоба, я тут просыпаюсь, никакого шума ночью не было, опять же, я просыпаюсь, тут бункер, офигеть. Ладно, давайте попробуем открыть, так, ага, вот это замочная скважина, не знаю, видно вам на камере или нет, вставляем сюда ключ, проворачиваем, и... Опа, реально, ребят, посмотрите, это работает, замечательно, дверь за собой закрывать не будем, потому что, мало ли, ещё захлопнется, не выйду отсюда, потому что это как бы бункер, я так понимаю, пока что тут с одной стороны есть замок, хотя кто их... И давайте, ребятки, тут потихоньку осматриваться, так, у нас тут алмазная броня, офигеть, целых два сета, посмотрите. То есть, в принципе, можно даже надеть, подождите, давайте я попробую, хочу посмотреть, как я выгляжу в алмазной броне. Слушайте, ребят, очень прикольно, слушайте, я никогда алмазную броню в Майнкрафте в деревне не надевал, конечно, знаете, когда там выживал со своими друзьями, или на серверах каких-то играл, я, конечно же, алмазную броню носил, но вот именно в деревне житель номер 13, ребят, это был в самый первый раз. Слушайте, что у нас тут еще есть? У нас тут есть какие-то новые ящики, слушайте, ух ты, тут есть уголь, железо, то есть, я так понимаю, это просто, знаете, стратегические запасы, тортик какой-то стоит, не знаю, печка со стаком угля. У нас тут, ребятки, посмотрите, картошка, семена, морковка, какой-то арбуз, гнилая картошка, видимо, уже начала гнить, ребята, неправильно они ее хранят, нужно в более темном помещении хранить. Здесь у нас какие-то, ух ты, офигеть, запасы изумрудов, немного алмазов, слушайте, очень круто, верстак, ну это, в принципе, все нормально, все как бы по стандарту. А теперь давайте вот этот люк откроем, слушайте, как все круто, знаете, оно все как бы новое и очень легко открывается, потому что обычно вот такие люки, двери я сразу, наверное, с 15-го открываю. Ух ты, офигеть, это самый настоящий бункер, давайте аккуратненько спустимся, обалдеть, ребята, посмотрите, как тут все круто, это прямо самый настоящий склад. Посмотрите, здесь у нас есть вентиляция, видимо, какая-то сирена, какой-то, я не знаю, там, если что-то, не дай бог, случится, какой-то еще непонятный блок, светильники, всякие ящички, посмотрите, так они уже и забиты чем-то. Вот это, ребят, правильно хранится, посмотрите, здесь действительно темное помещение, здесь хорошо вентилируется помещение. Вот это все здесь будет храниться очень-очень долго, в специальных контейнерах, видите, эти более, видимо, такие, ну, специальные, то есть, видимо, специальные для хранения, потому что, видите, здесь темненькие, здесь такие светленькие, я надеюсь, что так и должно быть. Посмотрите, сундук яблок, какие-то пузырьки с водой, сундук рыбы, тоже пузырьки с водой, здесь мясо, морковка, тоже вода, и, ребята, так, подождите, да, и тут мясо, тут у нас, ребята, есть какая-то свекла, свекла, золотые слитки, непонятно, зачем в бункере золотые слитки, но я не знаю, ребят, это, наверное, на случай, если действительно что-то страшное случится, я не знаю, бомбу на нашу деревню сбросят, чтобы все жители сюда спустились. Ну, не все, конечно, тут сказали, что этот бункер рассчитан на 5 человек, то есть сюда спустится 5 человек, и, в принципе, уже будут какие-то деньги, чтобы можно было как-то возобновить экономику деревни. Вот в этих бочках, я так понимаю, хранится вода, вот в этих, которые лежат на боку, тут у нас картошечка, ребят, тут яблочки, тут тоже, видимо, вода, видите, ничего не торчит, значит, тут тоже вода, да, и тут, наверное, вода, то есть, смотрите, здесь очень много еды, и очень, в принципе, много воды, тут ещё морковка, и тут какие-то двери. Так, давайте их открываем, и офигеть, я ж дёрнулся, ребят, это лазер, подождите, самый настоящий, ну-ка, ай, горячий, слушайте, блин, а как его выключить? Ребят, пишите, пожалуйста, свои догадки пока что в комментариях, как можно пройти через этот лазер. Слушайте, может, как-то проползти получится, хотя я не думаю, посмотрите, может, сюда как-то потыкать, я что-то выключу, диван какой-то, рычаги, но я думаю, это не то, это, наверное, да, это двери открывает, пробежать не вариант, ребят, этот лазер меня просто сожжёт, посмотрите, это самые мощные лазеры, которые, в принципе, есть. Офигеть! Слушайте, ребят, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментариях, как можно выключить эти лазеры, просто пишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Так, ребят, вот пару человек уже опускается в комментариях, вы тоже, ребят, пишите, я всё сейчас буду читать. Так, пиксель, попробуй проползти, пробеги, пробеги, пиксель, их никак не выключить, спроси у мэра, нажми на, нажми на факел, серьёзно? Подождите, кто-то написал, нажми на факел. Ну-ка, ребят, давайте попробуем, так, с лестницы нужно слезть, раз, два, три! Офигеть! Это действительно сработало, то есть, подождите, это скрытый, это скрытый рычаг, который выключает вот эти вот лазеры. Круто! Так, давайте заходим сюда, и офигеть! Как здесь прикольно, посмотрите, тоже есть вентиляция, везде всё с камерами, даже телевизор есть, верстак, печка. И посмотрите, ребят, действительно, бункер рассчитан на четыре человека, и я так понимаю, пятый, это мэр деревни. Посмотрите, то есть, тут, видимо, какой-то, я не знаю, воин, видите, меч, значит, тут шахтёр, потому что кирка, тут, видимо, дровосек, и тут фермер, то есть, вот это моя кровать, ребят, потому что я фермер в деревне жителей номер 13. Ребята, у меня есть своё собственное место в бункере, если что-то случится с деревней, конечно же, не дай бог, но тем не менее, если что-то случится с деревней, у меня есть самое настоящее место в бункере. Офигеть! Подождите, тут ещё есть, ребята, какие-то сундуки, и... Вау! Обалдеть! Это, это оружие? Слушайте, офигеть, оно стреляет, интересно? Ну, да, ребята, оно стреляет, слушайте. Нужно положить обратно, потому что, видимо, патроны ограничены. Стойте, давайте я хотя бы в руках его просто подержу. Офигеть! Я просто в шоке, ребят. Давайте это обратно лучше положим, потому что, знаете, оружие не игрушки. Вот тут ещё пулемёты какие-то есть. Очень круто! И тут, я так понимаю... Да, тут то же самое, ребят, ну как, только другое оружие. Офигеть! Тут, кстати, есть какие-то книги, посмотрите, над каждой, над каждой просто кроватью свои книги. Видимо, ребят, чтобы мы не деградировали и не тупели в этом бункере на случай какой-то там, не знаю, войны, я не знаю, ядерной бомбы. Чтобы мы сюда спустились и, в принципе, могли как-то тоже там чем-то себя занимать. Вот книжечки смотреть, телевизор смотреть. Тут какие-то вот колонки тоже стоят крутые или что это. Я не знаю, ребят, в этом я ещё не разбираюсь. Часы, в принципе, тоже сирена. В принципе, ребят, всё по стандарту тут, как в стандартном бункере. Давайте включим обратно лазер и закроем двери. И давайте, наверное, будем отсюда подниматься, потому что я здесь уже достаточно много. Я посмотрел всё, что хотел, ребят, показал вам всё, что хотел. Уже дождик пошёл, ребят. Слушайте, давайте я быстро забегу к мэру, чтобы мне не намохнуть. Или давайте я сразу к себе в дом забегу, как раз ключ занесу, чтобы не промокнуть, ребят. Потому что, знаете, не очень хочу заболеть, потому что видео всё-таки должны выходить. Фух, немножечко всё-таки промок, но тем не менее, ребят. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Если вам понравилось подобное видео, то обязательно пишите в комментариях. И, собственно, что именно вам понравилось. И стройте, ребята, бункеры. На всякий случай, ребят, мало ли что может случиться. Мы живём как бы в такое время, что, мало ли, какой-нибудь, я не знаю, бандит или хакер взломает деревню и скинет что-нибудь на эту деревню. И что-то случится, и нам нужно будет срочно спрятаться, ребят. Поэтому обязательно стройте под своими деревнями бункеры, прячьте их, сообщайте жителям, чтобы знали об этом как можно меньше людей, чтобы этот бункер не взорвали ни в коем случае. Или, не знаю, не застроили. Ребята, обязательно ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, ребята, и пока.